Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал, с вами, как всегда, Игорь, и вот оно, начало конца. Просмотрена 21-я серия 4-го сезона Атаки Титанов, и даже такое аниме-онли, как я, понимает, все, никаких больше загадок, никаких новых сюжетных линий, это концовка. Мы с вами видим сейчас окончание одного из наиболее эпичных произведений нашей современности. Ну что ж, давайте, как всегда, пройдемся по серии, и я поделюсь с вами своими мыслями и эмоциями о том, что мы с вами увидели. Я думаю, эта серия как и для манго-ридеров, так и для аниме-онли была одной из наиболее ожидаемых. Скорее всего, манго-ридеры ждали, каким образом им покажут предысторию про родительницы и мир. Мы же с вами, обычные аниме-скромные аниме-онли, увидев название, поняли, что именно в этой серии мы наконец-то узнаем с вами, откуда же появились Титаны. Но серия начинается далеко не с этого, она почему-то снова нам показывает схватку между Гришей и Фридой из прошлой серии, только на этот раз более в жестких подробностях. Я так думаю, что решение перенести все мясо из одной серии в другую было связано с тем, что прошлая серия полностью фокусировалась на эмоциях и мыслях наших главных персонажей. Там не было практически никакого жесткача. Создателям было важно передать всю смысловую нагрузку силы атакующего Титана и ни в коем случае не смещать фокус зрителя на всякие мясные изделия. В этой же серии на жесткач нет ограничения, поэтому можно показать, как Гриша в форме атакующего Титана раздавливает всю королевскую семью, в том числе и детей. Далее по не совсем уже понятным мне причинам снова нам показывают сцену Гриши и Зика, как Зик расчувствовался, расплакался и бум-бум, Эрен выбивает их всех из этого воспоминания какими-то непонятными силами. Как бы я понимаю, что нужно снова подвести к этому моменту, но ребята, серии и так пролетают, как одна секунда, они слишком короткие, это главное преступление атаки Титанов, а вы еще добавляете сюда материал, который мы уже видели, как бы не окей. Далее у нас диалог между двумя братьями, Зик и Эрен общаются и Зик по-прежнему думает, что у него какая-то власть, какая-то сила есть, несмотря на все пророчества Гриши, которые он буквально получил 5 минут назад и ведет он себя достаточно самоуверенно для данной ситуации. Даже после того, как Зик приказывает уже Эмир пойти и евтонизировать абсолютно всех эльдийцев, и даже после того, как Эрен вырывается из своих кандалов, оставив большие пальцы на месте, все-таки годы управления Титаном не прошли до него даром, что такое потерять пару конечностей, подумаешь, даже в этом моменте Зик какой-то сидит такой, типа, ну побежал Эрен, ну пускай бежит за Эмир, я тут главный, я королевская кровь, я тут посмотрю, пока он там напрягается, смешной ребенок. Чувак, тебе Гриша 5 секунд назад сказал, все будет как хочет того Эрен, хватит сидеть, встань и беги за ним. Ну в общем Эрен догоняет Эмир и тут начинаются флешбеки, причем они постепенно, и вначале мы почему-то видим сопливое детство Хистори, которое читает как раз про Эмир. И вроде бы как через нее мы узнаем историю прародительницы всех титанов. Если до этого момента мнения по поводу Эмир делились у нас на две категории, либо она была такой ужасным плохим тираном, который притеснял всех морлицев, либо она была тем, кто строил дороги и взращивал цивилизацию и делала все возможное, чтобы льдицы процветали. На самом деле ни то и ни другое и оба вместе, сейчас объясню. Эмир не была ни властительницей ни тираншей, она была маленькой девочкой-рабыней, на чью деревню напали, всех там перерезали и ее, как некоторых других, опять снова взяли в рабство, после чего им там всем поотрезали языки. Кстати, рисовка с заштрихованными глазами мне безумно понравилась, я не совсем понимаю в чем ее символизм, но сам факт наблюдать вот именно флешбек в таком формате анимации мне очень понравилось. Что-то какие-то струны души здесь задело, не совсем понимаю какие, но задело. Итак, Эмир у нас девочка-рабыня, которая служит королю-фрицу, и в какой-то момент кто-то там выпустил свиней, кто выпустил свиней мы так и не узнаем, потому что абсолютно все начинают обвинять именно ее, абсолютно все пальцы указывают на нее. Я не совсем понял, это потому что вокруг все мудаки, которые по каким-то не совсем понятным причинам решили скинуть всю вину на маленькую беззащитную девочку, либо она действительно выпустила свиней, потому что, ну, она добрая душа, как ее нам представили. И вот начиная с этого момента и далее, сердечко потихонечку начинает екать, далее оно еще больше будет нарастать обороты, но пока что в этом моменте, когда Эмир смотрит вокруг себя и ищет хоть какую-то поддержку от окружающих ее людей, не получает абсолютно ничего, в этом моменте у тебя уже начинают потихонечку сжиматься кулаки. Эмир ничего не остается, кроме как признать свою вину, она по-другому просто не умеет, на что она получает вердикт фрица, ты свободна. Свобода в его понимании это быть загнанной, как дикий зверь, командой охотников короля. Помните про сердечко, да, в прошлом кадре она только на человека, теперь у нас мы видим маленькую девочку без глаза, со стрелой в спине, которая плачет и убегает от своих преследователей. В этом моменте у тебя уже не кулаки сжимаются, а хочется просто там перерезать всех этих фрицев конченных, ему имя еще дали как бы фриц, ну блин. И тут мы подходим к моменту, который дает нам долгожданный, пусть и частичный ответ на главную загадку лора, откуда взялись титаны. Эмир заходит в какое-то дерево, внутри которого можно сказать целый мир, можно даже сказать, что это какой-то водный парк, у них там горки есть, на одной из которых она скатывается и попадает в бассейн. В бассейне к ее спине присасывается какой-то паразит, чем-то очень напоминающий наш позвоночник, из которого выходят ребра. Вспоминаем, что у нас тут ребята любят вкалывать друг другу, спинномозговую жидкость, то есть, естественно, генетические титаны происходят именно вот из позвоночника. Эмир превращается в огромного, очень крутого, очень классно прорисованного титана, и тут как бы сразу вопрос, почему, превратившись в титана, она не стала мстить своим обидчикам, а продолжила служить этому гребаному фрицу? Мне пришлось полазить в интернете, почитать, посмотреть ютубчик, и одно из тех объяснений, на которые наткнулся, это стокгольмский синдром, ну или же, наверное, психология раба. Эмир с детства рабыни, она не умеет по-другому, она не знает, что такое взбунтоваться, в ее лексиконе не то, что такого слова нет, даже понятия такого и близко не присутствуют. Вспомните, например, Моисея, и почему он водил евреев 40 лет по пустыне. Было важно, чтобы ген рабства, те самые люди, которые в первую же секунду, когда у них появилась возможность, снова возвели себе идола, вымерли, и на новую землю пришли уже свободные люди. Итак, мы видим с вами, что, в принципе, и возрождение Эльдии, и морлийцы были правы, и Эмир делала и то, и другое, она и строила дороги, и помогала взращивать поля, но и при этом уничтожала абсолютно всех врагов этого гребаного фрица. Эмир просто очень классная и очень мощная игрушка, которая попалась в руки к этому фрицу, без нее он навряд ли бы достиг того, чего он достиг. Но он-то не такой мудак, как нам показался с первого раза, он дарит Эмир за ее службу возможность стать матерью его детей. Если бы где-то был Титан Самомнения, думаю, у фрица конкурентов не было бы. Итак, Империя Эльдийца все разрастается и разрастается, поглощая все новые и новые земли, пока кто-то из сопротивления, видимо, не берет копье и кидает его во фрица. Сам он, естественно, погибает на месте, но его копье пробивает в конечном итоге не деспота короля, а именно Эмир, который, опять же, будучи идеальнейшим примером Стокгольмского синдрома и психологии раба, прыгает, чтобы спасти своего любимого короля и, таким образом, получает себе копье в живот. Далее еще один момент, который я не совсем понял. Даже король ей говорит, что для тебя это копье, а ну вставай давай, пошли дальше, там жрать надо, я кушать хочу. Но Эмир почему-то умирает и попадает как раз именно в то место, которое мы с вами видели, где и находится координата. Вот этот вот синеватый мир. Король-фриц, будучи главным лауреатом на Нобелевскую премию мира и гуманизма, понимает, что Эмир не возродится и заставляет своих дочерей съесть ее труп. Ну, папа года. Кстати, дочерей зовут Мария, Роза и Сина, как и три стены, окружающие главные поселения эльгийцев. Но в этом моменте создатели считают, что нам еще не достаточно жалко Эмир. Она еще не натерпелась, нам показывают, как и в посмертии она продолжает исполнять волю своего хозяина-фрица. Мы видим, как эта бедная маленькая девочка в одиночку, в том месте, где время практически не двигается, с помощью ведерка и воды лепит этому мудаку все новых и новых титанов для своих потомков. И вот мы снова с нашей троицей. Эрен догнал Эмир. До зика наконец-то дошло, что что-то там происходит не совсем по его плану. И пока он там бежит и кричит, я хардр-др, главный хардр-др, надо слушать меня, Эрен начинает рассказывать Эмир о своем плане. Наконец-то рядом с Эмир кто-то, кто не видит в ней ни рабыню, ни богиню, ни инструмент для исполнения своих планов, как она думает, а человека. Он говорит ей, что я могу наконец-то отомстить за тебя абсолютно всему миру. И мы видим, как впервые заштрихованные глаза Эмир открываются. Она становится человеком. И передает силу Титана прародителю Эрона, и дальше начинается просто полный пи***. Тот самый рамблинг, под который мы с вами уже несколько недель вот так вот колбасимся во время опенинга, наконец-то происходит. Мы видим, как стены рушатся, и с каждой появляется огромнейшее количество колоссальных Титанов. И как вроде бы этого мало, мы видим, что Эрен превращается в самую громадную кракозябру, рядом с которой колоссальные выглядят вообще достаточно крошечными Титанчиками такими. Вся эта сцена передана, на мой взгляд, на отлично. Я прочувствовал весь ужас всех персонажей, которые находятся в этой сцене. Что Габи, что Армин, что Микаса. Кстати, Армин-то был прав. Правда, всего лишь наполовину. И он это понимает. Он видит, что ни одна стена рушится. Ведь он-то думал, что Эрен играет двойную игру. И в конечном итоге окажется, что это по-прежнему их старый Эрен, который им сейчас поможет справиться с марлейцами. Вместе они заживут долго и счастливо. Но на самом деле у Эрена свой план. И с помощью силы Титана-прародителя он рассказывает абсолютно всем эльдийцам свой план. Он говорит, что весь мир ополчился на нас, на эльдийцев, на остров Парадист, место, где я родился и вырос. И у меня есть, судя по всему, лишь один способ с этим справиться. Уничтожить их всех. Не марлейцев, а всех. Абсолютно всех. Сделать так, чтобы в этом мире остались лишь одни эльдийцы, которых наконец-то оставят в покое, просто потому что некому будет их донимать. Но изменился ли на самом деле Эрен? Мне кажется, не так уж и сильно. Вспомните его обещание в первой серии. Я убью их всех. Он повторял это обещание не раз на протяжении многих сезонов. Просто изначально все было равно Титанам. Но Титана это всего лишь физическое воплощение угрозы. Угроза на самом деле исходит от всего мира. Никто не хочет принять эльдийцев из-за того, что они из себя представляют. И поэтому единственный способ убить их всех, это убить действительно их всех. Если честно, смотреть эту серию было немножко грустно. И даже не только потому, что вот он, конец уже приближается. Как-то понимаешь, насколько все стало мрачно. Да, атака Титанов далеко никогда не была таким жизнерадостным произведением. Но все равно было место для героизма. Было место для экшена. Было место для каких-то эмоций, которые тебя поднимают. Вспомните хотя бы тот момент, когда Эрон блокирует ворота огромным булдыжником. Или когда Леви справляется с женоподобным Титаном. А потом, когда он сделает то же самое со звероподобным. Все эти моменты заставляли меня сидеть в кресле. Говорю, да, типа наши победили. И вот уже даже собак со мной согласен, что скорее всего дальше мы ничего подобного уже не увидим. Нет здесь места для героизма. Нет здесь места для хорошей концовки. Скорее всего, дальше нас ждет лишь один депрессняк и одна мрачнота. Есть такое слово вообще? Потому что если нет, надо было запатентовать. Ну что, друзья, надеюсь ролик вам понравился. Если да, можете поддержать его лайком, если хотите поддержать канал. Ссылка на патреон внизу. Всех люблю, всех целую. До сябва свет. И не забывайте, фэнтези это круто. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok